итак дорогие друзья добрый день сегодня программа венознар как вы понимаете сегодня я возьму интервью одного из самых великих хэксболистов снг то есть и планеты но позже мы поговорим действительно ли этот игрок является лучшим с баллистом планеты и так встречайте наш сегодняшний гость 98 встречайте здравствуйте ребята уже не добрый день а добрый вечер скорее у меня это огромная честь любых быть первым гостем с твоей новой передачи так спасибо уселись на стульчик и прежде всего конечно с нами сегодня разговаривает многократный чемпион россии по хэксболу человек который повидал все на своем пути отдыхал все что можно но и выиграл соответственно чемпионат мира по хэксболу это ребята надо действительно заслужить трудом и так и так все работает звук есть поехали ну что владимир первый вопрос такой начнем с пилотного вопросика легкого когда же все-таки наступит тот день когда шарик с никнеймом 98 перестанет заходить на хакском полях я не знаю на самом деле про хакском сложно очень что-то сказать потому что если раньше я думал что как-то может мешать личной жизни то сейчас я такого мнения уже перестал придерживаться потому что часик-другой всегда можно потратить на любимую игру и пока заканчивать с этим я не планирую другое дело конечно что в чемпионатах играть гораздо тяжелее уже чисто по времени совладать со всеми официальными играми уже не получается а вот про хакском я думаю что годик то еще можно поевать спокойно то есть не раньше чем грубо говоря к концу девятнадцатого года мы можем увидеть прощальный матч 98 хаксболе даже так вот это эксклюзивная информация то есть где нигде этого не было но мы загадывать не будем прощальный матч всегда можно устроить да например как это сделал великий вул но к нему немножко потом попозже вернемся но и получается так вообще твой путь начался с какого сайта соответственно подводим к этому вот это очень странная история насколько я помню я сидел в одной группе в к про wrestling отсюда и пошел мой ник изначально wwe и там была ссылка на хаксболком я не помню под каким предлогом это все подавалось по моему это были просто комментарии какой-то новостью и чисто рандомным кличко я перешел по данной ссылочке и попал на наш потрясающий сайт и 1 моя игра была 28 мая 2011 года это был некий паблик где люди играли примерно 8 на 8 на смоле и я такое подумал подумал и решил что это не моё а впоследствии сайт так сайтик добавил закладочки начал переходить 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 и оказалось что в принципе люди играют там не только 8 на 8 и даже не только на смоле и вот с этого все и началось то есть не было такого что я попал через какие-то там обсуждения этой игры или еще что-то вот просто волею судеб наткнулся буквально на ссылку они перешел и дальше уже пошло дело и о том что есть хаксболру я узнал наверное только месяца через два может быть то есть это было отнюдь не быстро даже с тобой мы познакомились раньше чем я уже узнал о профессиональных хаксбольных сайтах если их можно так назвать вот так тоже информация для тех кто многого не знал но и тогда немножко приступим непосредственно к твоей карьере какой у тебя был скажем так ну продолжительный период задротства твоего когда ты действительно очень много играл и и сколько это было месяц там может быть два где ты безвылазно играл именно на пабликах официальные игры товарки лучше это очень легко вспомнить потому что во время моего начала я сдавал егэ егэ сдал последнее по моему 19 июня потом у меня был выпускной это был соответственно где-то через неделю число 26 27 и и вот начиная где-то с 28 29 июня и заканчивая середина августа когда я полетел отдыхать вот эти полтора месяца когда не было уже ни школы еще не начался универ уже все вот эти вот промежуточные этапы с подаванием документов они были закончены вот тогда я мог играть часов по знаешь но по 12 то есть я мог проснуться с утра зайти и вот до глубокой ночи играть при этом там у меня не было каких-то знакомых с которыми я контачил на тот момент или еще что-либо я просто заходил и просто пенал 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 уже потом меня пригласили там в какую-то команду сначала меня я не помню никнейм этого игрока и он был эстонцем я там где-то бегал с кем-то но мы у нас даже не было ски я с трудом вспоминаю вообще как мы могли оказываться в одном в одном паблике но как-то вот оказывались и вот тогда я прям очень много играл то есть я думаю что в среднем но часов по 8 точно я тратил вот эту ерунду тогда вообще можно предположить что именно тогда закладывались тебе основные качества хоксболиста правильно но я думаю что чуть-чуть попозже уже когда вот начиналась эпопея с дюшором это уже ближе наверное к концу лета к началу осени вот тогда да тогда уже все качества более-менее сформировались до сих пор они присутствуют как нужно есть такой вопрос вот некоторые молодые игроки очень часто спрашивают сколько нужно задрачивать игру чтобы стать топом например это может исчисляться в часах в днях годах то есть вот ты можешь разъяснить свою позицию по этому вопросу и вообще считаешь ли глупостью то есть когда люди насчитывают часы не кости это настолько глупо вообще в профессиональных терминах есть золотое правило десяти тысяч часов ты возможно его знаешь она формулирует с тем что ты можешь быть профессионалом в области только если ты отработал в ней или потратил на нее 10 тысяч часов ну то есть поделив на это мы можем понять что это порядка пяти лет если вот так вот нормировать рабочий график там по восемь часов да вот это так и получится как более конечно гораздо проще во первых у нас с тобой было гораздо проще потому что когда мы только начинали играть резко менялся формат и формат который до сих пор мы играем четыре четыре бекк изи он только-только начинал вся и люди ну просто в него никогда не играли то есть все были плюс-минус в равных условиях сейчас уже конечно нельзя просто так прийти там через два-три месяца заиграть на топовом уровне как вот у нас получилось что ребята пришли и поиграли там два-три месяца и вышли в финал какого-никакого но кубка россия то сейчас конечно так сложно себе это представить но мне кажется что если вот полгода поиграть там я не знаю по три-четыре часа и если тебя не будет никто банить кикать и так далее поиграть с приличными ребятами то можно уже прям серьезным профессионалом дальше уже это вопрос личной заинтересованности там будешь ты за дротом всех обыгрывать или там останешься челиком который приходит на офф и поиграть 10-15 минут получить удовольствие но мне кажется полугода там 7 8 месяцев вполне хватает для того чтобы добить вот эти вот основные навыки потом их уже совершенствовать на протяжении времени я согласен с тобой по этому вопросу у тебя вот есть представление или какое-то разделение то есть о старом и новом поколении игроков понятно что новых не так и много но все-таки я вот считаю например что новенькие игроки начинали вылупляться именно с конца 2012 все таки вот тот период был поле запоминающимся для меня вот и тогда я начал делить игроков на старых и новых потому что я например видел у них другие уже задатки они меньше беспокоились о дефе и они не проходили тот путь который проходили старички а вот у тебя есть разделение на старых и новых знаешь для меня старый это тем с кем я играл свой первый сезон то есть вот люди которые играли в хэксбол в конце одиннадцатого года неважно в каком дивизионе тому старте в торте в торте фусь пердиве играли а все то что уже началось сезона с 6 наверное это уже такой более поздний уровень поэтому я вот разделяю наверное у меня очень узкий список людей которые можно назвать старичками в хаксболе их наверное сейчас осталось может там человек 10 там я так мне с трудом сейчас вспоминается ну вот что-то вроде ника пара хатика это вот я на вскидку марку саная на марксан тоже уже сто тысяч лет играет тебя меня то ли ну вот пум у меня почему-то относится к этому к этой когорте хэксболистов хотя он начала конечно позже играть как был пивасик вот мы с ним начинали одновременно сапчик фалька вы и так далее вот а вот уже вот ребята которые начали приходить там с 12 года это уже все равно более какой-то молодое поколение хотя разница всего в года прошло уже семь лет с того момента как мы играем факсбол уже чертовых семь лет но вот для меня почему-то именно так положились обстоятельства не знаю почему хотя есть уже совсем новые поколения которые там играют на 16 года там с 15 почему-то не ассоциируется макси линии вот с этими ребятами там наверное хотя бы пораньше возможно пришел x да да вот это вот но уже совсем который уже совсем поздно есть еще который совсем совсем поздно то есть это мегабол даже уже мегаболисты ройс бурлики и тогда но это все равно для меня вот что мы все линии что стик что ройс бурлик это уже какой-то такое одно одно поколение когда ты такой старик уже сидишь активе внучки приходит и слушает твою историю о том как ты был молодой и что ты делал там своей бурной молодости перейдем немножко к лайтовым таким вопросам тут все таки были вопросы про твое становление да и на сайте и в хаксболе в целом а вот как тебе кажется такой вопрос немножечко чтобы именно у тебя мнение узнать у единственного потому что многие вещи конечно ты высказываешь которые высказывали неоднократно и другие пользователи да но вот тут конкретно вопрос про под индивидуальный подход и подмене и соответственно кто величайший фрик в истории хакс был руку начнем с такого по я бы сказал что-то пакси мне кажется что это такой самый неординарный персонаж который я за все это время встречал на сайте по крайней мере потому что я до сих пор не знаю кто это мужчина женщина или что-то средний между этим но вот она мне прямо запомнилась я бы не сказал что вам прям фриковатостью какой-то запомнилась скорее там своей вот этой вот манеры поведения такой одиозный но я вот бы ответил именно что-то пакси потому что фрики бывают что-то вроде мастика до который пишет полную херь ну иногда смешную иногда нет но вот именно запоминающийся тапакси интересно получается в целом хорошие ли комьюнити хакс был ру то есть я считаю что отличное это во-первых для достаточно узкого количества пользователей которые у нас все равно на сайте обитает то есть ну я не знаю сколько у нас посещение сайта в день там зарегистрированных пользователей максимум там одновременно сидит чек 100 наверное это и в дни игры и если все дивизионы играют и так далее но особенно это ощущалось там 11-12 года когда общение шло более на регулярной основе чем сейчас потому что тогда если сейчас там в день пишется по 30-40 комментариев раньше могло писаться по тысяче если были какие-то темы обсуждения обсуждать там футбол и музыку и все прочее и тому подобное что люди в основном были интересны с которым можно было поддержать диалог и которые могли тебя и послать нахер и в то же время и свою позицию где-то объяснить так далее но встречаются конечно везде и мудаки но вот прям совсем мудаков я на сайте за исключением пара тройки штук не помню поэтому я бы рекламировал только с положительной стороны наш комьюнити ну вот если есть комьюнити да обязательно есть какая-то администрация вот какое у тебя отношение в целом к администрации сайта или и были у тебя например проблемы с сбольным законом но о том что в админах сейчас я сказать ничего не могу потому что я никого из них толком не знаю я знаю что там хатика остался но что делает хатика конкретно я судить не могу не берусь и не могу и вообще одна эту тему так или иначе объективно рассуждать я наверное не сумею но когда я приходил я помню черт еще был на сайте он вел какие-то там дела свои то есть наверное до конца может 12 года чертовски скамья нам у меня ассоциировались как такие пантец еще как главные админы сайта меня вообще все устраивало меня никогда нигде никто не банил не мьютил там не кикал ну потому что я себя вел достаточно корректно и вот до наверное 16 года вот до этой истории с баном кельтят ну не с баном кельтят конкретных а там с баном николаса и последствием там с последним следующим снятием кельтят я вообще не помню какой-либо истории с админами которые я такой прям пришел подумал но вот же мудаке вот тогда я вот так подумал но не знаю тема сложная потому что я вообще с трудом представляешь такой админ сайта хак сборишь чем они занимаются кроме там календаря таблиц и так далее но если я говорю до там семнадцатого года я был всем доволен значит отмены были молодцы потому что на сайте проводил большое количество времени все равно даже находясь на территории вооруженных сил российской федерации назовем вот так вот кстати про скажем так твой период в армии стоит ли хоксболисту отдать долг родине у нас такой вот вопрос слушай мне кажется не только хоксболисту никому не стоит заниматься это профанация но по крайней мере по тому что у нас сейчас происходит в войсках но если совсем прям хочешь там посвятить свою жизнь стать офицером или прям очень сильно там подкачаться побегать попрыгать то возможно наверное и стоит а так если есть выбор между да и нет конечно нет год в никуда выбрасываешь в любом случае куда бы ты не попал в элитную часть vdv или в какой-нибудь страйб от под мурманском скучал ли ты по хоксболу когда находился в армии если честно абсолютно нет потому что вот слова хоксбол во время службы ты вообще никак не сможешь вспомнить но если конечно там в вольнении ты можешь прийти там с кем-то переписываешься все равно или во время там не знаю просто во время службы ты все равно с кем-то поддерживаешь отношения но это не из-за хоксбола чистый из каких-то там дружеских там симпатий и так далее но во время вот этого года вообще было не до хакса то есть как бы мысли о том что а как там кто сыграл быстрее бы покатать нет ничего такого не было слушай вот у нас есть такая рубрика показать пару трюков сможешь сделать лёх вот на самом деле я один из самых не техничных хоксболистов которые достигли достигли большого успеха так или иначе единственное что у меня когда-то получалось я помню что вот если вот мячик вот сюда вот поставить на этом и сейчас на биг изи с тобой сидим поэтому мне вряд ли что получится и вот так вот разогнаться то на классике можно было забить пауэршотом вот так вот только не таким которым я ударил сейчас а нормальным пауэршотом на классике он залетал ворота вот его бы возможно я тебе и показал а сейчас я не в такой хорошей форме чтобы показывать себе трюки поэтому но вот например можно показать людям тихонько оставление в хоксболе или или тихонькую передачу тихонько оставление мне кажется умеет делать все поэтому но я так не думаю современном как более это не такой тяжелый ход вот вот так вот имеющие да вот это вот не менее менее просто передачи друг другу а ну просто передачи от низкий уровень как сказал бы самый главный зритель на на ой я даже вот не могу на на камеру мне очень стыдно это сделать но это прям профессионально это прям профессионально ты думаешь так мало кто сможет россии я думаю что все потому что я думаю что очень мало в россии так много потому что я вот так перепасовывался с европейцами и они были ну все знают что европейцы отлично обращаются мячом но у некоторых возникали трудности все-таки мяч улетал а вот мы можем так часами набивать нет вот здесь на самом деле это здесь просто весь смысл не в прямых руках потому что когда ты делаешь пауэршоты и так далее там все равно надо резко разворачивать шариком так далее здесь просто чуть-чуть пораньше надо нажать на кнопочку удара это вырабатывается за счет если очень долго долго вот так вот жмяк и жмяк и жмяк и как мы это просто на автомате начинаешь ладно мы поняли то есть действительно считаешь себя не самым до дареном в плане техники во первых я никогда не тренировался на каких-то там индивидуальных аспектах то есть есть люди которые там учились поднимать от борта там двойным нажатием вот этим вот легеньким которые ну там последние не знаю два с половиной года начали поднимать когда ты вот так вот и ешь-еешь-еешь и отрываешь от борта вот этим вот когда немножко назад и вот так вот вверх резко его поднимаешь вот я никогда этим не занимался потому что я всегда считал до сих пор считаю что это абсолютно не нужно никакой качество что нету какой-либо ситуации в фоксболе где ты без нее не справишься то есть у тебя все к тебе все приходило постепенно да вот те умения и даже все равно ты обладаешь отличной техникой для игрока топ уровня скажем так техника это же не только трюки и это же фактически трюки это даже элементы фристайла есть же игроки специализирующиеся на трюках а есть игроки которые могут выполнить например любую передачу я считаю что то что связь вот то что не связано с бортами у меня всегда был на хорошем уровне не знаю просто потому что так было а вот все что связано с бортиком неважно лицевым или боковым для меня это все прям мука мука страшно и и остается до сих пор тогда такая проба не проблема скажем так вопрос это просто рубрика проблема для новичков у новичков что качать руку руки или голову не голову конечно голову я уверен что ни в одном виде спорта нету талантливого человека с отсутствующими мозгами и человек который вчера выиграл золотой мяч в очередной раз подтверждает что главное это голова как-то не крути потому что если у тебя что-то не получается на руках всегда это головой можно отыграть если уже головой ничего не можешь что никакие руки здесь не спасут никакой ситуации ну а что еще можешь посоветовать от молодым игрокам что им первую очередь делать понятно что работать головой но может быть я как советовал следить как у тебя вращается шарик во время стыков и как ты подлетаешь к мячу потому что как сбал это наверное в 70 процентах случаев это игра в стык неважно где-то там сзади впереди в центре поле находишься но постоянно учитывая что у нас размеры поле не огромные там не фьюдж мы играем да и количество шариков на поле достаточно приличные 8 но если мы берем там бик какой-то 36 поле меньше вот то стыке происходит постоянно и стыке это самое важное как более потому что после грамотного стыка мяч отлетает к тебе так ты изначально этого задумывал если ты до стыка задумываешь куда ты хочешь чтобы мячик отлетел то значит у тебя не все так плохо можно конечно поставить кликера играть стыке вообще бездумно чтобы мяч просто летел вперед но это тоже не всегда есть гуд потому что во многих во многих случаях лучше чтобы мяч например отлетел не просто вперед его пробил там в центре поле что он наверх назад за тебя чуть-чуть немножко ударился об тебя отлетел в другую сторону я не знаю вот это все физиологическому расположению шаров я всегда вот этому уделял большое количество времени чтобы как подъехать к тому чтобы мячик оказался как немножко приостановиться когда в тебя мяч летит там или чуть-чуть наоборот нажать кнопочку вверх вниз влево вправо в зависимости от его расположения вот такие больше детали какие то вот вопрос из рубрики топ вот скажем так мы говорим да про голову получается вот для тебя топ-5 самых умных игроков ну можно не брать иностранцев и их качество вот какие ты бы выделил вот за все время что они сайта хакс был ру неважно это начиная с одиннадцатого года или там продолжая и сейчас можно взять время то есть топ-5 игроков примерно для тебя который ты считаешь достаточно умными игроками и вот как какие у них есть качество и вот какие бы ты выделил качество так у них скажу давай начнем с стареньких это саша лак в первую очередь это атомик потому что я могу сначала назову пятерку потому что пятерку сейчас мне надо вспомнить а потом по каждому могу пройтись там грубо говоря описать в чем он был умнее чем многие остальные это атомик это вином к это свох и пятого 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 умного игрока но наверное поменок поменок я бы так назвал хорошо по качествам по качествам атомик был вообще первым вратарем в россии который мог играть как четвертый игрок полноценный то есть человек опережал в какое-то время развитие хоксбола в стране и это наверное был до пары до времени единственный персонаж в игре который мог сыграть вообще на всех позициях что ну говорит что парень просто понимает игру то есть невозможно взять встать на ворота там в чемпионате мира да потом выйти в чемпионате россии в нападении забить пять голов в одной игре ну то есть сейчас это подразумевается что это уже полегче потому что игра все равно меняется и развивается там в 2012 году это было очень очень удивительно дальше касается саши лака ну это просто у меня отдельное отношение к человеку возможно но предвзято и возможно нет но парня было просто феноменальное понимание того где ты должен располагаться куда тебе прилетит мяч и вот это вот качество которое у наших игроков до сих пор отсутствует как располагаться нападающему так чтобы опорнику было проще в тебя попасть чтобы он ударил сразу поворотом это качество очень развитую европейских особенно у турецких нападающих чтобы вот когда опорник едет например по борту то наши девяносто девять процентов нападающих едут вместе с опорником то есть вот если опорник едет влево то и нападающий едет влево на самом деле нападающий должен ехать вправо чтобы опорник ну в крае шарика нападающий резко развернулся мяч полетел в дальний верхний угол если он внизу и в дальний нижний соответственно если он подач находится наверху вот что касается тебя с пуменком упоменка очень грамотное позиционное расположение его отличает ну я беру если ты находишься вот в оптимальной форме людей то есть он на всех позициях понимает куда как отскочит мяч очень грамотные стыки в большинстве своих случаев и опять же если человек играет на всех трех позициях там нападающим станет лучшим бордиром с опорой выигрывать чемпионат с нуля поражениями да на воротах там забивает 15 голов это означает что у человека с кукух и все нормально как минимум свох наверное один из самых неординарных опорников тоже для своего времени поскольку не обладая какими-либо техническими навыками он выделялся вот этой вот этой своей не торопливостью я не знаю как вот получше описать вот это состояние опорника но у него очень такая медленная игра такая вязкая но он мог вот найти какую-то такую разрезающую тоненькую передачку немножко где-то вот остановиться чтобы в него врезался мячик и там пролетел опорник но вот это вот такая вот для своего времени опять же потому что человек играл в двенадцатых в четырнадцатых годах это смотрелось немножко по-другому это сейчас люди могут посмотреть реплеи там того времени ну вообще уже не могут потому что все реплеи давно давно умерли но если вот посмотрит то они скажут типа ну ты шо в этом такого это обычный нуб но в тринадцатом году это смотрел свежо и странно но и про тебя у тебя со временем развивалась качество примерно такой же как у него то есть если ты до какого-то количества времени играл исключительно вот этой вот топорностью который сейчас music отличается когда ну больше акцентируешь внимание на какие-то вот эти вот силовые стыки так далее то потом уже со временем вот единственная на человек от которого я могу ждать что в какой-то момент у там остановится до чтобы мимо него кто-нибудь пролетел или немножко подождет чтобы отдать не вверх очевидную передачу а вниз или ну вот таких вещей на самом деле очень много в хоксболе которых сложно описать словами микроэпизоды но они очень очень легко осязаются когда ты находишься на поле с кем-либо то это вот можно ждать от тебя но я бы считаю себя тоже приписал но просто себя некорректно нет но это просто твой топ понятно что можно ли назвать своха вово и джуниор да 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 вполне возможно мне кажется он во многих аспектах сильнее меня играл но его подводил просто что он вообще никогда не дает то есть он вообще вот если мы посмотрим там реплей он вообще никогда не давился он ждал до победного что его могут забить в свой угол из чужого могли забить но он никогда не пойдет в стык вот это было мне кажется определенным недостатком но по игре мы были до чем-то похожи в свое время рубрика по персоналиям и в частности ты уже называл этого игрока пуменок до наш старый давний знакомый такой вопрос пуменок это величайший маг или пиар пустышка вот все-таки у людей очень много мнения что пуменок бесполезный игрок но ты уже как бы выразил мнение да в целом что ты считаешь что он грамотный исполнитель на многих позициях ну вот поконкретнее вот что тебя привлекает больше всего помимо уже но я скажу точно что не то и не другое ну то есть это не самый лучший игрок российского хаксбола и точно не распиаренная чушка грубо говоря да но это тоже во многом стечение обстоятельств конечно первые там сезонные то наверное десятого до ему просто повезло что в какой-то момент он оказался фанфанцы его там поставили на два на три матча да потом я его позвал еще тогда в чуть ли не в самый пиковый состав который можно было собрать из ты помнишь седьмой сезон начала я обратно ушел за фанфанцы шор нас был я был лак был свох был пуменок был еще джаз там пирог еще кто-то ну то есть для своего времени это вот была очень сильная команда и у нас ничего не получалось и не получалось и во многом из-за него тоже он потом ушел и потом мы его опять позвали в дюшор ну то есть это такое стечение обстоятельств которое во многом сыграл на пользу конечно человеку но начиная с где-то вот сезона с десятого да он уже стал самостоятельной единицей который способен был решать вот так называемый микро моменты микро эпизоды и наверное до вот там 13 сезона вот это вот 10 11 12 сезона он был прям в пиковой форме одним из лучших в стране и если человек выиграл на всех позициях золотые медаль чемпионата россии и не вот нынешнюю чемпионат россии в котором команда которая проигрывает там через 8 и 18 идет на первом месте ну и борется за первое место до том чемпионате россии если проиграл один раз ты мог уже не выиграть чемпионат грубо говоря в котором мы выигрывали поэтому поэтому ну парень умеет парень умеет у него во многом где-то конечно специфическая оценка всего всего его окружении всех окружающих в эпизодов но спорить с тем что он отличный хоксболисты входит там в десятку лучших в истории россии это глупо во чтобы превратился хоксбол после десятого сезона если помненок не выехал с ворот я думаю что ничего страшного не случилось 11 сезон это тот где играл я с сапчиком да наверное я просто плохо помню но вот 10 этот где вы играли пока я был в армии до 11 это следовательно я взял команду сей играли я сап слэш и винт потом уже там пуменок сыграл грубо говоря полчемпионата и забил топ 7 с голов не знаю мне кажется что пуменок в передней линии достаточно обычный нападающий у него нет каких-либо там сильных качеств как у винда или услыша ну просто он просто может забить гол там 5 из семи их моментов реализуют да это нормально но сзади он для хоксбола российского гораздо больше пользы сделать чем спереди еще чуть по персоналиям вот твоя цитата никто его не материл я просто назвал его плохим человек до какой-то отношение к тузе сможет ли он еще спрогрессировать и в чем вот его самая большая ну не ошибка недостаток самый большой тузе слушай но прогрессирует все прогрессируют даже мы наверное на там восьмой год или девятый наши игры потому что опять же чем больше часов ты набиваешь в любом в абсолютно в любом своем деле то ты будешь прогрессировать так или иначе ты дальше вот ну почему люди учатся 10 лет в школе хотя по идее там класса после десятого уже вряд ли чему-то новому ты можешь научиться а потом идешь в универ и все равно учишься учишься возможно каких-то определенных новых знаний ты можешь не получать но ты совершенствуешь свои старые грубо говоря также здесь на в какой-то момент у него был резкий скачок потому что я с трудом потому что не тяжело ориентироваться в сезонах но это уже произошло после того как он ушел в гринланд потому что до того момента как он играл в инцепшене это было все достаточно посредственно у человека ну да у него какая-то бешеная просто давка я не знаю чем это связано и она до сих пор остается и вот с какой-то поры он начал играть в более такой умный детализированных аксбол но минус тот же самый который у него всегда есть он остается это вот его не включишь вот в топ умных игроков на мой взгляд это это вот на мой взгляд это невозможно тренировать это либо есть либо у тебя просто нет вот этого понимания где как куда зачем у него есть чисто наработанные руками вот этот аспект когда у тебя чисто мышечная память тебя уже больше вывозят когда куда-то тебе надо дать куда-то нажать куда-то пробить но вот какой-то такой изюминки не хватает саду садник без головы всадник без головы его не могу найти но все равно вот понимаешь у каждого человека такого топ уровня у него есть хотя бы одно качество если его спросить который его будет отделять от других которых делает лучше чем остальные там кто-то типа винда до реализует лучше от других моменты ну ли создает их сам себе в зависимости кто-то лучше всех может разрезать вот это передачи там как ты плоской или наоборот резкой кто-то типа меня может кого-то лучше всех подвинуть корпусом да там грамотно кого-то куда-то отжать чтобы понять чтобы к тебе меня мячик прилип или наоборот открыться очень резко потом откатиться куда интерес к пробить и так далее вот а у тазана у него у него все на таком средне хорошем уровне у него бешеный уровне давки но давка она не поможет выиграть чемпионат потому что они играют ну то есть она помогла конечно но вот они играют с бассажа чтобы далеко не ходить был матч они проиграли там 1 3 проверили 03 идеальный матч чтобы какая команда хорошая команда соперников четырех стоит на рамах там ничего давка не сделаешь нам надо вот мозги чтобы как-то раскатать их а ну вот нету пока возможно когда-то не поймите я не знаю может через год через полтора а вот мы так разговорились да про топ-5 про игроков а вот ты не включил юки мура в этот список мы говорили о топ-5 умных игроков а все на мой взгляд юки мура уступает в плане вот именно соображалки тем кого я назвал но мы говорили не о топ-5 вообще топ-5 там был бы понятно 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 правда слушай такая история была что ты хотел ой точнее что ты уговорил атомика поставить винома на финальный матч country чемпионшип 12 года с сербами атомик планировал изначально саба да было дело это было обусловлено во первых тем что мне проще играть было с тобой чем с никитосом на тот момент времени и с тем что по моему опять же по моему мнению мы должны были играть в более силовой хоксбол а если бы играл сапчик мы бы играли в такой уже более европейский хотя мы тогда уже умели играть в европейский собственно не сказать что это сыграло какую-то положительную или отрицательную роль но получилось так как получилось а получилось очень серьезно и вот связи с этим вопрос самый больной удар хоксбольный это матч сербии для тебя слушай надо вспоминать потому что если вот так вот взять свою хоксбольную карьеру я очень долго не проигрывал вообще в последнее время потому что последний сезон вообще не играю до этого мы играли в старте ли до этого я выиграл чемпионат бассажей кубок до этого а барсм у тебя был барсм бассажей сезон наверное по эмоции мне было обиднее проиграть финал кубка когда мы только только начинали играть потому что мы обыграли всех самых сильных команд того времени когда мы были только начинали мне казалось что вот это да вот это да и вышли на селтикс будь он про оклядая и я уже тогда подумал что но вот этих то мы точно обыграем и мы проиграли последствия конечно это не такой важный турнир а с сербами было знаешь было не обидное поражение она была просто странная потому что шок я я до сих пор уверен что гол который нам забили сербы 2012 году мало кто мог забить в семнадцатом например это вообще читерство какое-то было на то время было да такое неординарное событие и вот она была бы обидным если мы на следующий год не выиграли бы чемпионат вот если мы вообще бы никогда его не выиграли да тогда я бы точно сказал что это самое обидно так я думаю что если я повспоминаю получше то в россии найдутся гораздо более обидное поражение чем от сербов игрок который тебя больше всего бесит или возможно ты ненавидишь но это может быть как и по игровым качествам по-человеческим вот можешь по как раз думать им ветвям пройтись то есть по игровым качествам кто тебя бесит и по-человечески недавно вспоминал по-человеческим меня всегда бесил игрок с джей мячес райдер оф айс я не могу с точностью сказать почему и чем конкретно просто своей манерой поведения это 12 год 11-12 года хотя я абсолютно спокойный человек по жизни то есть я ко всем отношусь ну предельно корректно но вот он не прям раздражал мне прям накалял в плане хаксбола кто меня прям бесит слушай не знаю я наверно уже столько всего переиграл столько со всеми сыграл что я не могу назвать какую-то кандидатуру который в хаксбольном плане меня прям раздражает меня когда я играл за бассажер очень заражал рок в определенные моменты вот прям вот ты такой едешь едешь ну что-то хочешь так как куда-то сыграть еще что-то или ждешь передачу она тени летит или такой думаешь но в итоге все хорошо закончилось поэтому ширик молодец а вот например знаешь есть такие нет скажем так есть такая паранойя некоторых игроков что вот против определенного игрока играть невозможно тело раздражает и ты начинаешь даже думать об этом во время матча не то что там соперник классный ты его уважаешь и побаиваешься а прям он тебя раздражает и ты даже вот в панике ты даже не знаешь что против него сделать но ты же говорил вот не до минутой ранее до что у тебя очень много было побед и ты даже не помнишь особо поражений это действительно так и вот связи с этим вот такой вот вопрос вот бесящий игрок который был напротив который тебя раздражал и и против который был неприятная игра слушать тяжело на самом деле тяжело вспомнить единственное что мне приходит в голову я не любил играть против атомика вот просто а и ненавидел играть против шикарственных вот ненавидел не то что я считал что мы их не можем обыграть или там что они такие сильные или что мы такие сильные они такие слова почему мы их не обыгрываем но каждая вот игра против них а я такое выхожу и вот знаешь вот есть игры которых ты прям ждешь от когда они начинаются это такой быстрее бы закончилась уже поскорее вы типа кому он вот лучше бы 00 вот эти сраные отбегать и чтобы уже все и по и пойти потом в конфу сраться почему мы такие мудаки не можем никогда забить вот все время как что я игра против шикарственных это был за дюшор потом это был за фм фанс потом это было еще за дюшор это было и в каких-то мархаэллах во первых потому что это такой мерзкий хоксбол был который я никогда не любил когда везде вот вот идет три на три бесконечный стык три на три когда вот люди гурбой ездят по полю за мячом и это не между собой вот это чисто с точкой моего восприятия хоксболом я всегда раздражал и на самом деле конечно очень жалко что они ушли потому что это наверно была единственная команда которая против меня наверное имеет ну грубо говоря плюс-минус одинаковый процент побед и они были очень сильным раздражителем и в то же время играть вот сам процесс игры против них был просто омерзитель скажем так был ли у тебя какой-нибудь хоксбольный кумир и чья игра импонировала бы очень тебе и ты при этом у него у него например чему-нибудь учился то есть каким-нибудь фишкам в игре или какими ну то есть понимание микро-моментов подмечал ли ты у этого игрока если он был естественно кумиров конечно не было потому что когда я пришел никто не играл на каком-то высоком уровне таком чтобы выделяться на фоне остальных поэтому тяжело было чем-то об этом говорить поначалу я смотрел и мне нравилось как играет донателло в опоре был такой опорный кока-кола в кола-кола и в кока-кола да и у саши лака я пару каких-то фишек подчеркнул но я бы не сказал что этому учился это просто ты смотришь и такой понимаешь это работает значит если это работает у него это будет работать и у тебя это уже больше даже потом когда уже в нападение пришел каким-то аспектом а так нет я думаю что в основном я чисто на себе как-то ездил не особо озадачиваясь кто там что где играет и как слушай какой сезон вот ты считаешь конкретно для себя самым романтическим то есть который сезон у тебя олицетворяется с хаксболом целому то есть да вот этот душевный был сезон все что было до восьмого был очень душевно с 4 по 7 были охрененные сезоны они были возможно не с точки зрения какой-то борьбы за первое место там или за второе потому что как раз до наверное сезона 11 чемпион всегда определялся ну заранее то есть там когда там тура за три за четыре до конца уже все понимали кто что выиграет но вот а они были вот это трудно объяснить в нескольких предложениях но это вот когда ты выходишь на матч во первых ты не уверен что ты победишь потому что впоследствии это уже превратилась достаточно рутин ну и я лично про себя говорю это может как-то пафосно звучать и так далее но факт есть факт грубо говоря в шестом сезоне ты мог всех обыграть но ты обыграл всех по 10 а в десятом сезоне то обыграл всех по 12 0 и когда ты обыгрываешься по 12 0 тебе не интересно второй раз играть с этими же людьми там второй круг а когда ты обыгрываешь на кота 21 там они тебе пишут что ты андон там и так далее и тому подобное а потом ты против них же выходишь это прикольно это прикольно и вот эти сезоны они как раз отличались еще тем что люди еще относительно плохо играли ну почти все то есть был там какой-то один два человека который как-то выделялись на фоне остального а все остальные бегали там грызли старались потом срались там из-за пинга из-за того что кто-то опоздал на 6 минут там еще и зачет но это было прям круто ну во-первых может я помоложе было как-то к этому так относился более по-детски с азартом это мне очень запомнилось но и вот сезон который я играл за бассажер был хорош но не почему-то запомнился не знаю но это получается самый сильный может быть сезон или какой-то считаешь самым сильным сезоном каким вот что-то я думаю что наверное вот тот где мы играли в финале с бассажер но не финале а вот этот вот золотой мальчик который почти но он был не золотым он был просто 30 тур был там двадцать восьмой я не помню когда мы вот шли весь чемпионат и там было много хороших команд и ты играл за с модью дом из аэро и салон и сэска еще был там сапчик играл с роком и столе в брэс м там тузан в этом то всякое дело субмарина было и так далее был очень сильный сезон вот прям очень хороший сезон был очень на самом деле очень странно что вот буквально прошел один-два сезона и вообще и все и просто бездна потому что вот последний сезон который был до этого но этот мы не берем потому что 15 до после паузы прошел дамы его можно не читать то там было вообще дно просто днище вот без я не к тому что это типа как не такое чемпионство как раньше но вот если посмотреть на 15 сезон и на 13 просто глобальная разница или 12 я просто их путаю 13 фениксиатов хороший сезон там тоже был хороший слушай такой вот тебе тоже лайтовенький вопрос фэйки это плохие люди или это неотъемлемая часть чемпионат в самом начале это было абсолютно точно неотъемлемая часть чемпионата я фэйчел ты фэйчел я думаю что половина наверно фэйчела когда только-только начинали играть это было не ради того чтобы привести какую-то команду к победе или привести там кого-то обыграть конкретного нет это было просто прикольно потому что ты мог потому что ты чувствовал себя такой голос улиц как с больных я не знаю какая-то еще описать но вот смысл фейкование сейчас мне не особо понятие потому что во первых мало команд кто будет за кого фейковая тогда команд был до хрена тогда были дхл и там во вторге борьба шла там за пятое место люди боролись чтобы потом впереди выйти снова во вторге не играть но это же реально было а сейчас за что бороться тогда бурдила не можешь вылететь вот и себе представь какой смысл не вылечишь оттуда ну тогда было 60 команд даже больше да я поэтому и говорю что гораздо шире аудитории гораздо шире был смысл самого фрикоства сейчас смысла нету в этом я ну возможно кто-то там фейчет друг под другом там вафли под соросом под вафли но я условно говорю но какого-либо смысла и писать какие-то там регламы под фейков я просто не вижу смысла потому что их нету сейчас уже не то время что люди найдут чем заняться я думаю свободные 20 минут времени кроме того как бегать под клевером у кс тоже важный вопрос на это было интересно сейчас важный вопрос что ты ненавидишь больше всего в игре вот что тебе мешает там вот есть у тебя какие-то например вещи которые тебе мешают например вот знаем историю одноклеточных персонажей которые играют только сверху и только за красных показывать не будем до пальцами вот тебе вот что-то мешает я передаю большой привет нет мне в процессе игре никогда ничего не мешало и единственное что меня всегда раздражало в фоксболе касается официальных встреч это если ты назначил игру в 11 это подразумевает то что игра будет в 11 они в 11 10 не в 1120 1130 1140 и так далее но к сожалению в наверное 60 процентов случаев она начнется дай бог что 10 минут после того как ты планируешь то есть не аватарки не формы то есть никогда никогда меня ничего не смущало не звук не наличие звука не ну я всегда играл без звука со звуком формах без форм с различными аватарками с различными никнеймами слева справа сверху снизу в воротах в опоре в нападении сверху снизу везде не знаю мне вообще не задавался в связи с этим можно сделать и вывод что ты очень свободный человек в этом плане и тогда мы переходим к вопросу который наиболее интересный а что бы ты изменил как более или чтобы ты добавил так скажем слушай мне кажется философский вопрос я понимаю что во первых постепенно как был пришел к тому что я бы во первых изменил поле я бы играл бы больше я бы играл бы большее поле и возможно но и большее количество человек мяч можно сделать меньше чуть чуть меньше соответственно ворота больше возможно за счет того что грубо говоря вот если мы сейчас ворота так раздвинем на там я не знаю на половину начать на четверть поля вот уберем одни вправо другие влево и чуть-чуть мяч сократим мы добавим еще по одному человеку но это что-то типа хьюжа получится у них юж но не будем вдаваться в подробности это как-то может взбодрить игру но тяжело вот вот такая вот простая вещь как паблики вот эти вот которые сейчас почитать какой-то там как слайд непонятно как считается который но все равно они все равно заставляют людей заходить в румы да там печь паба всего две штуки но там два года назад ты кому искал извините меня это очень большой прорыв сказал что футзал будет забит наш над шаг всегда вообще в днем и ночью какой какой футзал вот поэтому вариантов то наверное масса потому что игра зависла ну откровенно говорят в годы с 13 вообще она никак не зависает они молодцы что пришли все-таки наш теме и какие-никакие но проблемы с пингом решили большинстве своих случаев но все равно перешли очень поздно возможно если они сделали тут года четыре назад вот этот вот переход потому что а по моему когда стимили не было то есть вообще возможности вполне возможно какие-либо возможности наверное он появился то ли в 2015-16 но я я дилетант в этом плане на я об этом что-то слышал поэтому вот я бы даже не в самой игре сколько меня потому что в самой гряну все уже придумано поле зеленая мяч белый менять можно то количество игроков эта игра идеальная для тебя слушай мне все нравится то есть пор если я в семь лет играю в бингвизе значит меня все устраивает я всегда был рад поиграть в сокер мне сокер всегда импонировал в плане игры потому что он еще умнее чем биквизе на самом деле потому что там нету этих грёбаных бортов и мяч всегда отлетает то есть вообще всегда должен думать куда как мяч когда полетит вот и сам процесс игры он достаточно простой то есть огромное количество людей могло бы гипотетически в него играть но вопросов в какой-то момент до просрали момент когда это все можно было рекламировать позиционеры потому что сейчас конечно как был будет уступать всему что есть в кибер реальности кибер пространстве он на хер никому не будет а в одиннадцатом году он смотрелся достаточно свежо ну вот кстати если сказать про сокер есть румы с ботами для соки боты сами пишут от кого ушло за линию сейчас такие функции тоже помимо хак слайта если шарик нас послушает то может взять на вооружение что можно такую румы сделать вова будет туда приходить иногда обязательно обязательно ну вот такой вопрос тебе тоже касается и хоксбола в целом и игры до жалеешь о нехватке лиги чемпионов и общего формата для всех то есть для европейцев и для снг на самом деле да я считаю что качественного турнира вот именно качество никогда проводит его постоянно разные люди какие-то когда меняются форматы играют абсолютно вот этот идиотский формат ну по большому счету идиотский которые они за семь лет не сумели написать нормальный регламент то есть можешь там касаться вот этого когда ты играешь 4 3d не можешь касаться опорника за вратарем ты должен находиться перед вратарем либо они бы начертили какую странную линию за который ты можешь приезжать либо пусть меняет игру мод игры чтоб ты просто не мог оказаться чтобы линия автоматически чертилась как линия офсайда приварить чертится что ты не мог за нее заезжать вот если бы был была бы лига чемпионов на бик изи и она бы собирала там топ ну предположим 16 команд я думаю что грубо говоря пару команд с бразилией с какой-то можно набрать то что там полно людей играет пару команд с сша пару команд с россией и там команд 10 из вот этого немецкого тире там восточноевропейского хаксбола и был бы очень круто но это все же вопросы организации кому что это нужно им нормально они играют лигу чемпионов по сути той же бундеслигой то есть это ничем не отличается от своих же турниров просто под другим названием мы можем это как у нас от кубок россии мы можем переименовать в лигу чемпионов но это же ничего не изменится от этого над на самом деле да это печально и поэтому никаких вот известных клубов особо хоксбольных их нет то есть если знаешь штаб турки играют ну я про свой пример говорит турки и поляки вот как раз клубов турецких как они называются кто там как потому что все постоянно меняются это у нас надо еще отдать должное клубы относительно старенькие они конечно все равно потихоньку уходит но они там возрождаются то есть у нас там каждый сезон не появляется новая команда с новым названием игроки все те же самые то есть в этом плане у нас как все более так по-советски я не знаю как это назвать мне кажется это более правильный подход на лиге чемпионов да и и давно надо было как-то все это организовывать потому что если country championship на и селе был прекрасным турниром но реально был хорошим турниром для своего времени он был сделан он был интересно оснащен там всякими реплей чиками комментариями лучшими голами дня неделю он был нормально расписан календарь то есть там не приходилось грубо говоря там кому-то играет там два часа ночи так далее там подобное все было на уровне и вполне возможно если пойти ребята делали лигу чемпионов на биг изи там бы тоже набрались те же самые там 30 команд ну как-то они бы сделали какой-нибудь оббор там или посмотрели бы все равно сайтов как сбал я так понимаю масса там какой болгарии есть наверняка свой в чехии там белоруссии правда нет ну ладно это я условно говорю но все равно было бы желание но есть как есть упадет давай просто перейдем блиц опроса а потом тоже небольшое шоу это мы уже заканчиваем наш эфир и наш съемку блиц опрос готов да конечно дюшер или спарта спартак спартак конфопа панов или опагатим спит конфопанов пума или вино вином микус или сатанчик сатанчик гол или передачи передачи но и твой любимый вопрос который ты предрекал только не перед пуменком оказалось перед басра что ты ему скажешь где ты был мудак эти шесть лет да вот за интервью благодарю владимир все вышло великолепно а теперь пробьешь решающий пенальти ворота венома конечно ворота венома я забью 10 из 10 а ты пропустишь между ног как от детей пропускает бей 1 0 все забивает нас в овертайме почти час мы играли с великолепным собеседником с великолепным игроком владимир выягуреев надеюсь порадуешь нас играми и за сборную в будущем если это не будет мешать тебе надеемся что хоксбол будет возрождаться и кто-то пропиарит великую игру аминь да ну а нам остается лишь только попрощаться спасибо большое и тебе спасибо 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 спасибо